то тогда посреднические ходатайственные молитвы, они теряют смысл. Это просто потеря времени. Наша практика в церкви должна согласовываться с этими вещами. В церкви не должно быть различных практик, которые бы противоречили друг другу. Я уже вам это доказывал и показывал, что у Иаира была вера по отношению к его дочери. И что у римского сотника была вера достаточная для исцеления его слуги. И это уже два примера. Теперь давайте посмотрим третий пример. 66-я страница, Матфея, 15-я глава. И вот женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Но он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но она, подойдя, окланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал ей в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и отдать его, бросить его псам». Он фактически ответил ей, «Нет». И она сказала, «Правда, Господи, так, Господи». Но ведь и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Она не приняла его отрицательный ответ. После этого Иисус ответил ей, «О, женщина, великое, is your faith». «Верка вера твоя». «Да будет тебе пожелание твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Заметьте, что Он сказал, что женщина имела веру, но освободилась от беса ее дочка. И Христос дал разрешение на это. И так и написано, «Исцелилась дочь ее в тот час». Это третий пример отличной от других ситуаций, где дочь не имела веры, но мама имела веру. Поэтому, вот по крайней мере, три примера веры третьего лица. Двадцать девятый стих. «Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю галилейскому, и взойдя на гору, сел там». «Их приступило к Нему множество народа, имея с собой хромых». «Слепых, немых, увечных и иных многих». «И повергли их к ногам Иисусовым». «И Он исцелил их». «Иисус вновь исцеляет каждого из них». Это один из самых важных фрагментов нашего учения. «Необходимо иметь веру в исцеление других людей». «Бог выходит за пределы нашего понимания». «Его сила настолько велика». «И власть, авторитет Его настолько велик». «Божья сила, она достаточно механично». «Я попробую привести вам несколько примеров». «Людям, не всем людям это нравится». «Но в Библии это записано, поэтому это нужно принимать». «Моисей выводил народ израильский из Египта». «Они подошли к Черному морю». «А в это время египетская армия гнала за ними». «И люди начали взывать». «Точнее, роптать на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас оттуда?» «Чтобы мы умерли до тут». «Но мы должны помнить, что Бог сказал Моисею». «Иди и выведи народ мой из Египта». «Бог не сказал Моисею, «Выведи народ мой из Египта к Черному морю, где их всех и убьют». «Но люди начинают роптать на Моисея». «Моисей говорит им, «Замолчите все». «Стойте, не двигайтесь». «И смотрите, как спасение Божие настанет». «Он сказал, «Египтяне, которых вы видите сегодня, вы более их не увидите». «В этот момент Бог еще даже и не проговорил к Моисею». «Моисей даже еще не знал, что ему предстоит сделать». «Но Моисей с уверенностью заявил это». «И он сказал, «Вы их больше не увидите». «Моисей проговорил к людям». «Сказал, чтобы они в покое пребывали, стояли спокойно и молчали». «А потом, согласно Писанию, Моисей возвал к Богу». «И написано, что Бог ответил Моисею». «И сказал, «Почему вы взываете ко мне?» «Задумайтесь об этом». «Ну, понятно, почему тут Черное море перед нами». «А позади нас там армия египетская». «И это самая сильная армия в истории человечества». «Моисей молится». «И это естественно, молиться в трудностях». «Но Бог упрекает Моисея за эту молитву». «Он говорит, «Почему вы взываете ко мне?» «Но, если бы я был Моисеем», «Я бы, наверное, ответил, «Господи!» «Я сказал, «Господи!» «Ну, вот же море!» «И египетская армия с колесницами сзади!» «По-моему, сейчас самое лучшее время для молитвы!» «И ты упрекаешь меня за то, что я обращаюсь к тебе в этой ситуации?» «И ты упрекаешь меня за то, что я обращаюсь к тебе в этой ситуации?» «Наверное, так бы я просто вопросил». «Но Бог сказал Моисею, «Почему ты взываешь ко мне?» «Что это у тебя в руке?» «Моисея был посох Божий». Бог сказал Моисею, «Ты протяни твою руку и раздели море». Задумайтесь о этой ситуации. И написано, что он протянул свою руку и Черное море разделилось. Задумайтесь об этом. Моисея был как бы глашатаем Бога. Для того, чтобы разделить море, ему даже не нужно было молиться. Потому что Бог уже и раньше сказал ему, «Выведи народ мой из Египта». «Они должны войти в землю обетованную». Бог не сказал, «Выводи их неизвестно куда, туда, к Красному морю». И там дальше уже узнайте, куда и что. Он сказал, «Веди в землю обетованную». «Все, что на твоем пути возникнет, скажи, чтобы оно раздвинулось или убралось». Но у Моисея такого мышления не было. Моисея перед ним предстояло обстоятельство. Моисея не переставал разумом своим логически думать. Бог не говорил, что какое-то обстоятельство или трудность должна их остановить. Но Бог редко говорит нам все детали нашего пути. Он говорит, где начало пути. И куда нужно дойти. Все, что находится между этими двумя точками и пытается вас остановить, ты должен проговорить к этому. Это твоя ответственность убрать это с пути. Ты приходишь и возлагаешь руки на больного человека. И симптомы ухудшаются. Ты не отступаешь назад. Ты не говоришь, ну, может быть, не воля Божья. Вот это и есть твое черное море. Тебе нужно заставить его разделиться. И это твоя гора, которая на твоем пути. Ты говоришь, что горе уйти в сторону. Только по той причине, что на твоем пути оказалось какое-то препятствие, это не означает, что Бог изменил свое мнение. Бог знает финал, точку, куда тебе нужно прийти с самого начала. И, конечно же, Бог знал, что и произойдет даже с Адамом и Евой. Бог знал, что люди впадут в согрешение. Именно по этой причине Христос, Иисус, и назван распятым даже еще до создания мира. От начала. Бог знал, что будут определенные препятствия на пути. Что человека надо будет освобождать. Искупать. И Бог знает даже и конец. У Бога нету какого-либо препятствия, которое достаточно велико, чтобы остановить. Чтобы не позволить достигнуть результата, это нужно усвоить. Что бы ни стояло на вашем пути к осуществлению обещания Божьего, оно не может быть от Бога. Поэтому, именно по этой причине, говорите Ему, чтобы оно убралось с вашей дороги. Не останавливайтесь перед Ним, но продолжайте идти вперед. Это все очень просто. Здесь не нужно давать место сомнениям в исцелении. Except that you believe there are hindrances to healing. Окей, say it again. Это сложная фраза какая-то. Давайте я поменять это скажу. Единственным сдерживающим фактором к исцелению будет ваше сомнение в том, что человек может быть исцелен. Бог не говорил, иди исцели больного. Если только, конечно, нет определенных обстоятельств. И потом, вдруг, ты сталкиваясь с ними, сдаешься. Бог сказал, иди, возлагай руки на больных. Он сказал, иди, возлагай руки на больных, иди. Они должны выздороветь. У нас дьявол является нашим противником. И он противник. И его даже существование оно позволено для того, чтобы препятствовать нам, создавать проблемы. Противиться, да? Он пытается остановить нас. А он пытается встать между тем, что сказал Бог, и нашим исполнением. Поймите это. Это его суть, его работа. Он хочет, чтобы вы сдались. Он знает, что единственный его способ к победе то, как он может победить, это если вы сдадитесь. Он знает, что если вы не сдадитесь, то одержать победу ему не удастся. Поэтому просто не сдавайтесь. Не сдавайтесь, не отступайте. Не отступайте назад. Если Бог сказал, это так и есть. Не позволяйте чему-то встать на пути. Если бы я прекратил это, просто потому, что у меня в голове возникла какая-то мысль, и если бы я остановился и похоронил свою вторую дочь, когда помните, она выпала со второго этажа, у меня было бы сейчас две могилы, которые я бы посещал. Она умерла. Но я не принимал этот факт. Бог сказал, что мы будем участвовать в воскрешении мертвых. Бог сказал, мы будем исцелять больных, поэтому мы не останавливаемся до той поры, пока это не воплотится и больной не исцелится. Если человек умирает, то мы продолжаем участвовать в его воскресении, пока он не воскреснет. Мы не останавливаемся до той поры, пока обещание не будет исполнено. Нужно осознать, что наша вера в Боге покоится и в Его Слове. Мы не останавливаемся пока мы не видим исполнение обещанного. Вера не прекращается. Вера не прекращается. Нету обстоятельства, которое может противостоять Слову Божьему нету обстоятельства, которое бы помешало проявиться вашей вере. Слово Божье ясно. И вы слышите это Слово, но это Слово не принесет вам никакой пользы, если вы не растворите его верой. Вера говорит, что то, что сказано, является истиной. Вера начинает воплощать это, пока оно не исполнится. Все очень просто. Библия говорит, что если вы возьмете за что-то и сдадитесь, если вы в день испытаний, в день испытаний сдадитесь, то вера ваша, то крепость ваша мала. Что это означает? Что день испытаний это тот самый день, в который мы и узнаем, насколько мы крепки во Христе. Различного рода испытания, сложности в день тяжелый, когда этот день тяжелый приходит, они не от Бога приходят. Но они являются попытками дьявола для того, чтобы отвести вас в сторону, для того, чтобы не позволить вам исполнить волю Бога. Вы просто не останавливаете. Вы продолжаете движение. Все очень просто. Аминь? Слово Божье так говорит. Вы не сомневаетесь в нем. Потому что Бог не лжет. Он не шутит. Он не просто поместил туда различные слова и обещания, чтобы просто наполнить эту обложку. Но каждое Слово Божье оно дано для того, чтобы принести исполнение. Оно достаточно, это Слово сказанное, достаточно, чтобы исполнить сказанное. Необходим человек, который его провозгласит и который будет провозглашать пока не увидит это осуществляющимся. Вот именно это я усвоил. Когда я получаю имейлы и электронные письма, простые письма. Вот что пишут люди. Слава Богу за служение Джона Лейка. Потому что я позвонил тебе или написал тебе и ты помолился. Моя церковь уже сдалась и прекратила молиться за эту ситуацию. Моя церковь уже даже не верила в мое исцеление. Моя семья уже считала меня смертником. Моя семья уже считала меня смертником. Моя семья уже сказала, что, наверное, это слишком поздно и нужно просто сдаться. что уже слишком потеряно все. Что рак в четвертой степени уже не исцеляется. Или вирус иммунодефицита настолько сильно захватил тело. Врачи говорили о том, что мне нужно готовиться к смерти. Моя семья прекратили молиться обо мне. Они уже и не верили, что мне что-то поможет, особенно Бог. Но вот я позвонил ваше служение. И ты не сдался. Мы говорим людям, когда вы пишете нам, когда вы просите нас молиться, мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Мы не относимся к таким безнадежным письмам без надежды. Как бы там плохо все не звучало. Мы не сдаемся. Мы не опускаем руки до той поры, пока не поддержим победы. Когда вы просите о молитве, даже если вы перезваниваете еще раз, и говорите, что уже все ничего не поможет. Ничего не получается. Ничего не может помочь. Мы говорим этим людям, нет, мы не сдадимся. Вы не умрете. Мы в этой битве одержим победу. Бог дал нам обещание. Мы продолжим молиться. И тогда вы опять верите. Спасибо, что вы не опускаете руки. Теперь человек пишет, я здоров. Я исцелен. Спасибо за то, что тогда вы меня поддержали. Мы не сдаемся. Потому что Слово Божье остается неизменным. Оно не просто говорит, исцеляйте больных. Молитесь за дней десять-одиннадцать. И потом сдайтесь. Там говорится, молитесь. Верьте. И дано будет вам. Вы одержите победу. Не останавливайтесь. Бог не изменился. Вчера, сегодня и в будущем. Он не изменим. И мы не меняемся. Мы придерживаемся, держимся Его Слова. Вне зависимости от того, какие бы ни были тяжелые обстоятельства. Чем хуже обстоятельства. Тем сильнее будет свидетельство. И тем больше славы Богу будет вознесено. Поэтому нужно доверять. В самых сложных ситуациях. В самых тяжелых ситуациях. Мы благодарим Бога. Он доверился нам. Чтобы молиться за эту ситуацию. Чтобы мы шли вперед. Поэтому мы идем вперед. Вне зависимости от обстоятельств. И не останавливаемся. И когда мы одерживаем победу в одной битве. Мы не отдыхаем. Мы ищем возможности сразиться снова. До той поры, пока на этой земле есть больные люди. У нас есть битвы, в которых нам надо поучаствовать. И победы, которые нам надо одержать. Потому что война, битва не закончена. Иисус провозгласил победу. В одной из войн, которые Соединенные Штаты ввела на Среднем Востоке. Правительство Саддама Хусейна. Очень быстро одержало поражение. Было поражено, сдалось. Было завоевано. Америка очень быстро одержала победу над режимом Саддама Хусейна. Но когда эта победа была провозглашена, прекратились ли внутренние битвы там? Нет, конечно. Огромное количество сражений происходило по всем местностям. Только по той причине, что правительство Саддама Хусейна сдалось. Не означало, что их войска или какие-то там отряды продолжали войну. Оно это осуществлялось. То есть, битвы происходили по разным регионам, районам. Были еще сражения, в которых нужно было принимать участие и после победы. Дьявол же, он уже поражен. Он провозглашен, как проигравший. Но это не означает, что битвы прекратились. Это означает, что победа в наших руках, она гарантирована. Поэтому пусть сражаются. Мы все равно одержим победу. Нужно поменять восприятие борьбы. Когда израильтяне вошли в землю обетованную, Бог им сразу сказал, Я дал вам эту землю. Это ваша земля. Идите, входите в нее и завоевывайте. Почему им нужно было принять то, что им предлагал Бог? Потому что Бог дал им просто это, Означает ли это, что и враги тогда это точно так же отдадут? Нет, не означает. Бог дал им землю обетованную. Но им нужно было войти и выгнать оттуда их, вот этих жителей. Так ведь было? Ведь это истина. Почему мы считаем, что тогда это было истиной, а сегодня это не так? Бог сказал, Его ранами они исцелены. Исцелены. это провозглашение юридической силы. Бог провозгласил, что исцеление юридически гарантировано. Каждому человеку. И поэтому, это наша работа, чтобы идти и завоевывать территории. Это наша работа входить в эти занятые районы и освобождать их. Это наша работа в том, чтобы изгонять заболевания и болезни. Они не принадлежат этим телам, этих людей. Тело человека никогда не было задумано, как жилище для бесов. Но оно было задумано для того, чтобы стать храмом Духа Бога Живого. Именно поэтому и заболевания, и болезни не имеют права пребывать в храме Духа Бога Живого. Это очень просто. Мы усложнили различными богословскими взглядами. Но на самом деле все так просто. Есть два царствия, которые участвуют в борьбе друг против друга. Царствие Божье и Царствие Тьмы. И Бог уже одержал победу. И эту территорию отдал нам. Он сказал, откройте уста свои. И я дам вам наследие ваше. Ведь просто. Он сказал, открывайте рот ваш. Говорите то, что вы желаете. И я исполню слова, желание сердца ваше. Его ранами. Они исцелены. Входите в эту территорию. Входите, влияйте на тела людей. Они именно являются этими территориями, которые вам предстоит освободить. Это те территории, которые должны принадлежать Богу. Бог желает, чтобы мы изгнали оттуда жителей, незаконных жителей этих территорий. Болезни, заболевания. Демонов. Бесов, которые не имеют права там жить. Бог сказал израильтянам, Я дал вам эту землю. Он сказал, Я оставил этих пять народов в этой земле. Потому что некоторые из ваших людей не знают, как воевать. Я оставил этих пять народов там, в этой территории. Чтобы ваши люди, бывшие рабы, которые не имеют навыков в сражении, имели опыт, с кем бы сразиться. Опыт победоносного боя. Чтобы приобрести навыки и одержать победу. Бог говорит, Я оставил их преднамеренно. Чтобы они стали школой вашего победы. Вашей военной кафедрой, да? Вот именно так нужно рассматривать заболевания. Нужно смотреть на больных людей. И сказать, О, смотри на это. Вот заболевание. Это заболевание, на котором я сейчас и потренируюсь. Для того, чтобы одержать еще одну победу. И для того, чтобы лучше дальше сражаться. Не нужно бояться самого заболевания. Не нужно видеть эту болезнь и уже начинать сомневаться. Не нужно даже задавать вопрос, интересно, из-за чего же это у него. Посмотрите на больного человека. И на way that says, Посмотрите, и пусть ваш взгляд говорит, Слава Богу, There's another victory for me. Вот еще одна возможность одержать победу. Waiting for me to put my hand on that. Это победа, в которой я сейчас приложу свою руку. Я сейчас еще один трофей для Бога одержу. Еще одна победа для Бога. Вы скажете, а могу ли я быть уверен в том, что победа будет? Вы можете, потому что эта книга говорится, Слава Богу, Который всегда дает нам Торжествовать во Христе Иисусе. Вот именно на этом стихе я основываю свои ожидания победы. Вы скажете, а что если я проиграю эту битву? Я, если честно, даже и не готовлюсь к поражению. Я готовлюсь к победе. Я не обдумываю поражение. Но точно так же, как Он, так и я. Он победоносный. Он имеет всю власть. Вся власть и авторитет дана Ему на земле и на небе. И благодаря всей этой власти Эта власть дана и мне, и в ней я иду. Я не иду с моей собственной властью. Я объясню этот момент. Когда я сталкиваюсь с дьяволом, или каким-то заболеванием, я не предстаю перед ним, как человек со своей силой, или с моей верой даже, или с моим помазанием. Если бы я так предстоял, то, скорее всего, я бы предстал лицом к лицу перед этим больным человеком, или человеком, который одержим бесом. И я бы сказал, во имя Кэрри Блейка, выйди из него. Но я так никогда не поступал, конечно же. Потому что не моей силой. Не моим уровнем помазания. Не моим уровнем, высоким уровнем авторитета. Но я говорю, во имя Иисуса. Во имя той личности, которая обладает всей властью. Это не уровень. Это не размер. Это его имя. Абсолютное имя, благодаря которому которое имеет всю силу. Которое имеет всю власть. И за тем именем вся эта власть есть. Тут в данном случае у этого человека или у этой личности даже не остается и выбора. Мы часто рассматриваем ситуации. И мы начинаем судить их. Мы сравниваем их по нашим способностям. Мы говорим, тут, наверное, маленький, слабенький такой... Слабенький бес тут в этом человеке. Болячка незначительная. А это рак. Тут уж ого-го. О, тут такое большое заболевание. Такой накачанный бес. Это HIV. Это огромный такой сильный бес. Мы неправильно их рассматриваем. Это не так большие бесы. Это его имя. Его власть. Нужно смотреть на этих бесов через глазами Христа. Через его власть. Через его авторитет. Понимаете? Нужно видеть их, так как Бог всемогущий их видит. Его авторитетом вы действуете. Его силой. Не вашей верой. Не вашей силой. Не вашим помазанием. Не вашими дарованиями. Но его силой. Но его силой. Его имя. Его власть. Его власть. Его помазание. Его дарование. Его благодать. Все он проявляет через вас. Поэтому не думайте о себе. Вы в данном случае представляете его личность. Нету даже и малейшей вероятности, что что-то может противостоять силе Бога. Но дьявол, болезнь, has convinced you to look at yourself. Они могут убедить вас, чтобы вы на себя взглянули время от времени. И как только вы на себя смотрите, вы говорите точно так же. Вторите израильтянам. Now notice this. Go with me to Hebrews 11. Healing is not the question. Healing is an established fact. It's established by God. Healing is not a question. The question is. What are you going to do? Where are you going to act? That's the question. This is not in question. This is not doubted. This is forever established in heaven. There is no question about this. The only question that heaven has is what are you going to do with this? It's what are you going to do with this? Are you going to back off? Or are you going to stand? Are you going to believe this? Or are you going to die? 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 This is not in question. This is not in question. This is not on trial. I'm not on trial. I've made my stand. I've made my decision. I've proven what I believe. This is your trial. What are you going to do? Where are you going to stand? At what point do you quit and run? At what point do you quit and run? I've made my stand. I will die before I run. I will die before I run. If the enemy is going to kill me, I'm going to look him in the face. He's going to kill me by shooting me in the face. He's not going to shoot me in the back. I won't turn and run. I face him. And because I face him, it is impossible for this word to fail. And for me to fail, this word has to fail. I stand on it. Now what are you going to do? Are you going to make a decision that this word is true? How far are you willing to go? Because as far as you will go, God will go with you. At the point you quit, that's where you run away from God. And you run away from his word. This word is not in question. Not one dot or line of this word will disappear or go away. Not one letter of this word will pass away. Heaven and earth will pass away before one word of this word passes. There is nothing more sure. Everything else changes. Everything else comes and goes. Everything else passes. This word is forever. This word is established. This is the word God goes by. God put his seal on this word. He stands behind it. His name is on this word. That's how important this is. Hebrews chapter 11. Now, look at this. In verse 39. And these all having obtained a good report through faith received not the promise. They stood. They stood. But they were born too soon. You were born just in time. I've heard weak Christians whine and cry oh, if I had just been born in Jesus' day. if I could just be alive when Jesus was alive. first off I say shut up this is Jesus' day. He is alive and he said it's better that he go away so he could send his spirit back. He said it's better that you believe and not see. It's better for us. These were born too soon. These were born before Jesus. These were born before Jesus. They had faith. They had faith. They had faith. And they stood. And they died. They died in faith. Not receiving the promise. Verse 40. God having provided some better thing for us how dare you cry and whine about not being back then. If you'd have lived during Joshua's day you might not be one of the two spies that came back from the землю обетованная. You might have been one of the ten spies that came back saying there's giants. We're like grasshoppers in their sight. They're giants. We can't take the land. Let's just go back to Egypt and be slaves. But you might not have been one of the two of Joshua and Caleb that would be able to come back and say Oh, we are well able. Let us go in and take the land. Why? Because they believed the report of God. God said I've given you the land. Ten came back saying we're too weak. We're too small. There's too many. We're like grasshoppers in their sight. The ten spies were saying we are like grasshoppers in their sight. Представляете, сами определили себя как маленьких кузнечиков в глазах тех невероятных гигантов. They were grasshoppers in their sight. They were grasshoppers in their own sight. Quit looking at yourself like a grasshopper. You're not a grasshopper. You're a son or daughter of the living God. The spirit of the living God lives in you. You have to understand when a demon faces you and tries to scare you and tries to be big and scary and tries to get you to back down and try to get you to get you to get you to look at that demon and say you don't know who you're messing with. You need to be able to look at that demon and say there is one and say there is one greater than you here today and his name is Jesus Christ. And you're looking at the wrong person if you're looking at me because I'm dead and don't count. And it's no longer I that live but Christ standing here today facing you and he will win like he always wins. You only lose when you consider yourself and don't consider Jesus and don't see Christ who is in you you win when you consider not your own self but consider him that is able to fulfill the promise he made. This is who you are. You need to let that devil know to let that sickness know to let that disease know today you have met your match today you stand in the presence of Christ and you will bow your knee to that name and you will leave this person today and I don't mean maybe I mean you shall I mean you shall no if no but you shall leave them today and in the name of Jesus I win do you understand but to get there you must learn to consider yourself dead you have to get to where you are no one can offend you you have to understand I thank God for the way that people treat me the way your pastor has treated me has been very well but you have to understand I'm a dead man you can't offend me I don't expect anything from you so you can't disappoint me you can't offend a dead man if you go to a funeral and you look at the body in the casket you could look at that body and you could say you're just as ugly as you ever were and that dead body will not respond at all they're not going to reach up and slap you they're not going to frown they're not going to cry you're not going to hurt their feelings because they're dead you must die and not worry about what people say because they'll say who do you think you are oh now that you've started praying for the sick you think you're better than me you think you're more holy than me who do you think you are and you have to be able to look at them and say I don't think anything about myself and say I'm dead I'm dead no longer I live and now I live the Christ who lives in me what you're saying you're not saying to me you're saying to Christ but I will tell you I don't think anything about myself but I will tell you what God thinks about me he thinks I'm the head and not the tail he thinks I'm blessed with every spiritual blessing he thinks I'm his son and he's not ashamed to be called my God he's not ashamed to call me his son he's called me healed he's called me blessed he's called me righteous that's what God thinks about me and I'm not stupid enough to think different I'm smart enough to think he's right I'm smart enough to think he knows what he thinks is right so if you don't like what I am tell it to him I didn't make me he made me so if you don't like it tell him he did a bad job but don't tell me because I can't do anything about it I am what I am by the grace of God not by my works so tell someone else I don't have time to listen to you I'm too busy being about my father's business if you've got time to gossip you've got time to backbite it's because you're not busy with your father's business people who are busy about our father's business don't have time to gossip backbite talk about how the church ought to be people tell me well you ought to do the church like this and you know what I tell them go start your own don't tell me how to run the church God put me in charge you don't like it go somewhere else go start your own see if you can lead a hundred people two thousand people see how many people follow you and for how long because most people that say that can't get three people to follow them because they haven't become strong enough or big enough in God to lead because they're too busy picking things apart the only thing that greatness tears down единственная вещь которая понижает величие is the kingdom of darkness это царство тьмы if you're great если ты великий you don't tear things down ты не разрушаешь вещи you build things up но ты строишь вещи that's who you're called to be это то к чему ты призван a builder ты призван быть строителем not one that tears down а не разрушителем tears apart который просто разваливает все если у тебя из уст исходит негативное как, каким образом Бог будет использовать это негативное внутри тебя для того чтобы исцелять людей поэтому людей нужно строить восстанавливать людей поднимать их ободрять этих людей развивать этих людей во Христе нужно добиваться того чтобы человек стал тем кем их Христос ожидает видеть только маленькие незначительные люди они тянут за ногу другого человека пытаясь подняться великие люди они подставляют себя чтобы поднять другого мы, друзья, призваны поднимать других людей а не стягивать людей вниз когда вы стягиваете человека it's because you're a grasshopper in your own sight вы делаете так или когда вы уничижаете человека вы делаете так только потому что вы кузнечик в своих собственных глазах а они великаны посмотрите послание к евреям одиннадцатую главу Hebrews 11 tells us what they did это послание эта глава говорит как поступали эти люди but it tells us тут также говорится that they were that some people что некоторые из них did not receive the promise они не приняли обещанное не получили обещанное because they ran потому что они in the book of Psalms потому что они жили в Ветхом Завете в книге Псалмов it says that they did not know the great things that God had done говорится о том что они не знали все то великое что приготовил для них Бог they forgot the great works of God они забыли великие дела Божьи and because their parents didn't teach it to their children и так как отцы не передавали детям when the children grew up дети выросли they didn't know that God was with them и не знали что тот же самый Бог с ними and when the enemy came at them they turned and ran because they forgot the great works of God we must tell the great works of God to our children and our children's children so that they will know that God answers their prayers that God is with them so they won't turn and run in the day of trouble we've been having the church for two thousand years the reason the church is not stronger than it is is because over the centuries people forgot to pass it to their children and we lost things and we lost things but it's time to recover what was lost to walk as a first century Christians and even stronger to be the people of God to be the generation that grows up to look like Jesus imagine Jesus had twelve followers he lost one then he had eleven all of the future of the church was in the hands of those eleven yesterday I went and saw a church where one of Jesus' followers got this far and planted a church and it was named after Andrew where Andrew the apostle came all the way from Jerusalem obeying the words of Jesus he brought the gospel here and planted the gospel let me ask you if you had been one of the eleven would the gospel have ever left Jerusalem or would you have fallen away would you have been content to sit and talk about the works of Jesus or would you have obeyed his command to go into all the world would the people of Kiev ever heard the gospel if it had been left in your hands or would your gospel the gospel of Jesus Christ have died with you you have a responsibility to take the gospel the true gospel the gospel of the kingdom the gospel of power the gospel of healing the gospel of the grace of God the gospel of peace the gospel into every corner of the world that's your responsibility I came from America here to you to make sure that you understand this gospel that you understand this gospel but not just so you could hear it you know there's people in America that I could be preaching to today that I came here and I don't go anywhere to waste my time you've got to do something with this gospel you have to take it back to where you came from and spread it and teach it and you can't go back and talk like a weakling well this is what I think the bible says nobody cares what you think they only care what you know they only care what you can prove don't think preach what's written you don't have to come up with your own revelation you've got a whole book of revelation you've got a whole book of revelation preach it is written don't try to come up with some strange little doctrine I meet so many young preachers they're all trying to find some secret revelation because they think that's going to make them somebody они думали что это сделает их кем-то they think that that's going to make them important что это увеличит их важность because this is my revelation это как если мое откровение this will make my name famous это сделает мое имя знаменитым I'm telling you я говорю четко I'm not preaching my revelation я не проповедую свои откровения I'm preaching Paul's revelation я проповедую откровения которыми обладал Павел I'm preaching what Jesus said я проповедую то что говорил Христос хватит пытаться быть отличным от других хватит пытаться быть особенным хватит пытаться найти какой-то тайный секрет но каждый культ так строится культы основываются на ком-то кто как думал нашел что-то тайное и истинное очень часто эти культы уводили людей в ад хватит думать о секретных тайных вещах потому что секреты и тайны они принадлежат Богу но открытые вещи даны людям и поэтому открытые и ясные вещи они принадлежат нам я не пытаюсь копаться и найти что-то особенное я просто читаю и верю и провозглашаю это вам и скажу Бог meant what he said this is true you don't have to be a theologian to understand my preaching для того чтобы меня понять не нужно быть богословом an eight year old child can understand my preaching amen and that's the way it should be if a child is to lead them then a child has to be able to understand the gospel if a child cannot understand your gospel you're not preaching the gospel you're preaching a theology keep it simple when it's simple it'll spread faster Jesus was always concerned not with the workers but with the harvest но о урожае о жатве Jesus said go with me to John chapter 4 John chapter 4 yes starting verse 1 are y'all getting anything out of this want to make sure I'm not wasting my time I'm not one that punches the air if I throw a punch I want it to land amen are you feeling the punch amen John chapter 4 verse 1 when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that John made and baptized more disciples Jesus made more disciples than God though Jesus himself baptized not but his disciples he left Judea and departed again into Galilee and he had to go through Samaria then he came to a city of Samaria which is called Sychar which is near the ground that Jacob gave to his son Joseph this is where Jacob's well was at Jesus therefore being weary with his journey sat on the well and it was about the sixth hour there comes a woman of Samaria to draw water Jesus said unto her give me to drink now notice Jesus was a master evangelist he didn't walk up to the woman and say woman you need to get saved she would have turned around and walked off she said you're a Jew trying to convert me Jesus didn't do that he was smart he asked her a favor he asked for help he said woman give me something to drink he engaged her for his disciples were going away into the city to buy food then said the woman of Samaria unto him how is it that you being a Jew asked drink of me being a Samaritan for the Jews have no dealings with the Samarians so she was surprised that a Jew would talk to her Jesus answered and said unto her if you knew the gifts of God and who it is that says to you give me to drink you would have asked of me you would have to give me and I would have given you living water do you see how he engaged her she said why are you talking to me he said woman if you knew who I am you would have asked water from me and I would have given you living water the woman said unto him sir you have nothing to draw with and the well is deep where are you going to get this living water obviously she's thinking water but you know Jesus was not thinking water she's thinking natural he's thinking spiritual she says now are you greater than our father Jacob which gave us the well and drank there of himself and his children and his cattle notice she says are you greater than Jacob she's talking to Jesus of course he's greater he could have said yes I am why didn't he because he had no ego because he he had no pride he was more interested in her than he was in being recognized we're talking about the son of God we're talking about the Messiah Jesus Jesus answered and said to her notice he didn't even pay attention to what she said he totally ignored her question you need to learn you need to learn to ignore some people's questions some people ask questions that are not really questions they're trying to trap you in your words like they did Jesus or they're trying to make a statement in a questions form the Bible Paul told us to avoid foolish questions that lead to strife so we should always have an answer for anyone of the hope that lies within us but that doesn't mean you have to answer every question you need to learn to stay on point accomplish what you're there for not let someone lead you all over the place amen Jesus answered and said unto her whosoever drinks of this water will thirst again but whoever drinks of the water that I give them shall never thirst but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life I don't want to make a big deal out of this but there's a thing in the church worldwide where people want to come to the altar and spend hours crying out to God saying I'm so thirsty I'm so thirsty and they quote the psalmist David as the deer pants my soul thirsts after me I never say that I don't thirst I have drank of that water and he said I will never thirst again the psalmist David did not have what I have he longed for this day if you have drank of Jesus' water you should not thirst but we think it's holy we think it shows God that we're serious but we're doing it wrong when people come down front and cry out I thirst it's not thirst they feel if they are born of God what you actually have is zeal for God and you want to do something for God but you've been told that you need more of God and you've been told that you can't do anything and you're begging God to send revival you're begging God to pour out his spirit to send his water because you're thirsty but the reality is he has poured out his spirit you've been revived if you were not revived you wouldn't be down front crying out to God you wouldn't even be in church you would have stayed home it is amazing to me we will have a hundred people come to prayer meeting and they come together to cry to God to say revival if you can get a hundred people together you have revival they already are those are the people that are revived those that aren't revived stayed home you have to understand the Bible says to be filled with the spirit with psalms hymns spiritual songs speaking to yourself that's how you be filled it's not asking God to fill you you don't need to be revived someone that's revived is someone that's dead you don't need to be revived you were dead now you're alive you need to turn your attention from crying out to God to show up to doing what God has said to do you don't impress God with begging him to do what he's already done what impresses God is that you get up and do what he told you to do he didn't say to ask for you to ask him to save the world he's already done his part of that he's waiting for you to do your part of that he's waiting for you to go out and win them his spirit is not going to move out there without you you are the temple of God you are the temple of the Holy Spirit for the Holy Spirit to work you must work you must go you can't ask God to save China you have to take him to China and let him work you don't just ask him to save you have to go do it you reach him he gave us the privilege of preaching the gospel he gave us the name of Jesus whereby men must be saved this is our responsibility Jesus said whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst springing up into everlasting life the woman said sir give me this water so that I thirst not neither have to come here to draw she was still thinking physical water Jesus said to her go call your husband and come here the woman answered and said I have no husband Jesus said to her you have well said that you have no husband because you had five husbands and the man you're with now is not your husband so you've said the truth and the woman said unto him sir I perceive that you're a prophet isn't that amazing he just revealed that she was living with a man in sin and instead of repenting she says I see you're a prophet watch what happens next immediately she goes into a religious conversation she doesn't repent of sin she starts saying our fathers worshipped in this mountain and you say that in Jerusalem is a place where men ought to worship Jesus hadn't said that she was classifying him with the rest of the Jews isn't it funny how religion does that you do it you pour out the sin and the first thing a religious person wants to do oh yes let's not look at the sin look over here and let's talk about religion and let's talk about a religious topic don't look at the sin look over here look over here that's the way religion because salvation comes because salvation comes to the Jews but the hour comes and now is when the true worshippers will worship the father in spirit and in truth not in any special place for the father seeks such to worship God is a spirit and they that worship him must worship him in spirit and in truth the woman the woman said that's true I know that when Messiah comes it's called Christ and when he comes he will tell us all things Jesus said to her I that speak unto thee am he he told her I'm the Christ he didn't tell everybody he was the Christ he said to you it's been revealed to his own disciples when Peter when Peter said this he said this is a revelation from heaven here this woman says that he reveals to her that he's the Christ and upon this came his disciples and marveled that he talked with the woman yet no one said what are you seeking or what are you looking for but the woman left her water pot went into the city and said to the men of the city come see a man which told me everything I ever did is not this the Christ then they went out of the city and came unto him funny it was a woman that evangelized the rest of the city then they went out of the city and came to him verse 30 sorry verse we'll go to 31 31 in the meanwhile his disciples prayed him saying master eat but he said unto them I have meat to eat that you don't know about therefore said the disciples one to another as any man brought him anything to eat Jesus said to them my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work he says say not eat there are yet four months and then comes the harvest behold notice look see I say unto you lift up your eyes look on the field they are white all ready to harvest notice Jesus said don't say there are still four months unto the harvest look at the harvest it's ripe right now go and reap the harvest I brought this up for this point in modern times much of the church seems focused on making sure that the laborer is completely equipped don't go yet you're not ready you're not equipped wait stay put but Jesus was the opposite Jesus said don't say in four months I'll be ready to minister it's not about how ready you are it's about how ready the harvest is he said you go I'll put my spirit in you man cannot make you ready but I'll give you my spirit it will teach you guide you lead you into all truth equip you empower you gifts are in my spirit power is in my spirit I will equip you with my spirit you may not think you're ready but it's the spirit in you that makes you ready the harvest is ready you can't let it die in the field you must reach the field if you have to rely on the Holy Spirit more so be it but reach the harvest the harvest is dying in the field I am in you when you stand before people don't worry about what you're going to say I will speak through you in that time when you stand before the sick don't worry about how equipped you are you lay hands on them I will put in your hand what you need everything you need I will provide I am your provider I will meet the need of course you should study of course you should be diligent but this is one thing I've learned and I learned this by studying John Lake he said people have told me that I should pray and then run but my experience has proven to me that I can pray as I run it's not praying and going we are told to pray without ceasing if you're going to pray without ceasing and you're going to pray and then go then you'll never go but if you're going to pray without ceasing you're going to pray as you go John Lake also said people will pray and pray and pray until they pray themselves into unbelief but you must roll up your sleeves and go out and do and use what God has given you and then he will give you more don't pray yourself into unbelief use what God has given you and God will give you more it's called sowing and reaping so what you have and God will fill you again with more and the next time you'll have more to give and it's a cycle that you continue what I'm telling you is not theory this is how I've done everything we've done around the world this is how we operate in this ministry I got started and God has increased get started God will increase go to lunch God bless you Amen